В Верхневолжье, которое занимает первое место по площади лесов в Центральном федеральном округе, большое внимание уделяет сохране лесного пространства. Изменения в госпрограмме «Лесное хозяйство Тверской области» рассмотрели на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Принятое решение должно поспособствовать выполнению приоритетных задач, стоящих перед лесной отраслью региона в настоящее время. Изменения в госпрограмму предполагают реализацию дополнительных мер по усилению охраны лесов. Так предусмотрено материально-техническое обеспечение для проведения лесной охраны, также в числе направлений совершенствования системы дистанционного обнаружения лесных пожаров, разработка лесного плана Тверской области. Принятое решение должно поспособствовать выполнению приоритетных задач, стоящих перед лесной отраслью региона в настоящее время. «Прежде всего, это рациональное использование наших лесных богатств, второе – это лесостроительные работы, для того, чтобы мы более четко знали, как сегодня контролируется и работает лесопромышленный комплекс. Это лесовосстановление, это повышение заработной платы сотрудникам, которые работают в лесном комплексе. Экономика должна быть максимально официальной, понятной, прозрачной, потому что в прямом переносном смысле работа в лесу требует максимальной прозрачности и ясности. И вот это, наверное, сейчас является ключевой задачей». Отметим, что в 2023 году Верхневоложье сохранило лидерские позиции по лесовосстановлению. В прошлом году данными мероприятиями было охвачено более 19,5 тысяч гектаров лесов, что на 15% превысило плановые показатели. Кроме того, уменьшилось на 27% по сравнению с 2022 годом число незаконных рубок леса. Была продолжена комплексная работа по предупреждению и оперативной ликвидации лесных пожаров.